Всем привет! Сегодня у нас сканер от SyncCar SyncTool Master X. Это более продвинутая версия обычного SyncTool Master. И если вы заинтересованы в покупке сканера от SyncTool, я настоятельно рекомендую посмотреть вчерашнее видео, где я рассказывал про SyncTool Master, то есть без X. Потому как там я поделился своими мыслями по поводу того, как позиционирует себя компания SyncCar в сравнении с компанией Launch. Также сегодня я буду очень часто опираться на обычный мастер, говорить, чем этот сканер круче, чем он более продвинутый, чем обычный мастер. Этот сканер предтоповый, то есть топовый сканер SyncTool Max, это предтоповый SyncTool Master X. Компания SyncTool позиционирует его как альтернативу сканеру Launch Pad 5. Вот, это в свое время это был топовый сканер от Launch. Сейчас топовый это Launch Pad 7, этот альтернатива Launch Pad 5. Но в некоторых моментах он даже круче, чем Launch Pad 5. Сейчас этот сканер распакую и покажу, что он из себя представляет. Упаковка у него, кстати, отличается, но он также произведен для российского рынка полностью на русском языке. Странно мне показалось то, что здесь нету ручки и коробка открывается сбоку. То есть чемодан, там расположен вот так чемодан горизонтально, и сбоку он открывается. Сейчас я ее открою и покажу вам дальше его. Внутри картонной коробки находится пластиковый кейс. Габариты данного кейса приблизительно на процентов 50 больше, чем чемодан сканера SyncTool Master. Сейчас я его открою и покажу, почему это получилось так. Вот так выглядит чемодан данного сканера внутри. Здесь расположен планшет, главный диагностический адаптер, переходники. Как вы можете заметить, в данном чемодане для них выделены специальные места. В обычном мастере они просто лежали в пакетике в обычной нише. Здесь они закреплены. Также здесь две ниши для аксессуаров. Здесь у нас инструкция на английском языке. Русского, к сожалению, нету. Карточка для регистрации с логином и паролем. Также здесь есть упаковочный лист. Здесь как раз таки все аксессуары, которые входят в данный комплект. Про переходники для старых автомобилей я не буду рассказывать. Потому как мало кому это интересно. Если вам интересно, заходите на наш сайт. Там эти переходники четко перечислены. Во второй ниши расположены также переходники. Блок питания. Все в принципе то же самое, что было вчера в мастере, кроме вот такой вот трубочки. Что это за трубочка, сейчас расскажу. Здесь у нас в базовый комплект входит принтер. Данный принтер цепляется на планшет. И вы можете прямо с планшета печатать короткие черно-белые отчеты о диагностике. В этом отчете будет содержаться информация о кодах ошибок и короткая расшифровка этой ошибки. То есть этот короткий отчет можно приколоть потом к заказу наряду. Либо просто предоставить клиенту, либо распоряжаться на свое усмотрение. Естественно, отчет этот будет на русском языке. Все там просто и понятно. Так, теперь достану планшет. Планшет здесь практически такой же, как был вчера. Это 10-дюймовый планшет с 4-ядерным процессором. Частота процессора 2 ГГц, 10 дюймов. Мощный планшет, хороший. Отличается от вчерашнего только тем, что здесь 128 ГБ встроенной памяти. Там было 64 ГБ, тут 128 ГБ. Операционная система Android 10, ровно такая же. Отличий глобально никаких нет. Такой же планшет, как был вчера. Также здесь разъем, порт для аксессуаров. Сейчас я сюда зацеплю принтер, который входит в комплект, и покажу, как это выглядит. Таким образом, принтер выглядит отдельно. Его можно купить отдельно, если у вас другой сканер, мастер, либо это просто синктул. Этот принтер поставляется как аксессуар, цепляется к любому сканеру профессиональной линейки и работает со всеми приборами. Здесь заправляется чековая лента, здесь порт для подключения. Никаких болтов нету, он на быстросъемах, то есть вы нажимаете кнопки и он снимается. Очень просто, очень удобно. Сейчас я покажу, как это все выглядит. Вы вставляете сюда его, и вот таким образом у вас выглядит сканер с принтером. Очень аккуратно и стильно, так скажем. Если вы клиенту выйдете с таким сканером, я думаю, любому клиенту это понравится. Здесь вот на кнопочку нажать, можно чековую ленту будет выпускать. Используется обычная чековая лента, которую можно купить в каких-то канцелярских магазинах. Она не является дефицитом, это не какой-то эксклюзивный продукт для синктула, просто обычная чековая лента, как в супермаркетах. Вот таким образом выглядит интерфейс. Он на 90% идентичен тому, который вы видели вчера в сканере Sync Tool Master без XA. Такие же здесь пункты меню отличаются только вот этим меню Smart Link. Smart Link это адаптер, который входит в комплект. Про этот адаптер я расскажу буквально через 30 секунд. И этот адаптер Smart Link единственное отличие данного сканера от вчерашнего мастера. Так как принтер да, это отличие комплектации, но это не отличие глобальных сканеров. Именно адаптер Smart Link является их главным отличием. Сам адаптер выглядит вот так. Адаптер Smart Link C это разработка компании LUNCH. В 2022 году это является самым продвинутым адаптером среди всей линейки LUNCH. то есть этот адаптер поддерживает все протоколы возможные, то есть все CAN протоколы, все Ethernet протоколы, он поддерживает DO-IP, он поддерживает даже современный CAN-FD протокол связи, он поддерживает работу с бортовым напряжением 24 вольта, то есть к этой голове можно просто купить грузовой софт, никаких переходников, ничего не нужно, и он будет работать с грузовыми автомобилями. Также эта голова поддерживает работу по постаколам J2534, то есть можно установить драйвер на компьютер и легко запускать, например, к SentryPost.ru, либо любой другой софт, либо программированием заниматься, то есть эта башка самая продвинутая из всех возможных, которые есть у LUNCH. У LUNCH SmartLink C входит в комплект только LUNCH PAD 7, который значительно дороже, чем наш MasterX. Очень крутая голова, я ее сейчас еще подключу к автомобилю, покажу, как она работает, потом, наверное, завтра, либо послезавтра у нас выйдет видео с SyncTool Max, это самый топовый прибор от SyncTool, там тоже такая же голова SmartLink C, а после этого всего я эту голову прикручу к Sentry Post.ru либо к BMW Isto и посмотрим, как она работает с дилерским софтом. Здесь в ней три порта LAN, USB и такой как бы вроде бы обычный OBD2 разъем, но это тоже мама, здесь используется такой переходничок провод OBD Papa Papa но опять же это достаточно удобно если у вас сломается провод можно обычный OBD2 провод купить и сюда прикрутить тоже достаточно удобно так что касается данной головки пока все сейчас я ее включу в автомобиль покажу как она работает я подключил адаптер к автомобилю хочу вам показать что здесь в комплект входит достаточно длинный OBD провод это позволит адаптеру не валяться где-то внизу в ногах не пачкаться в грязи которая часто располагается на коврике вы его спокойно можете положить на сиденье либо на приборную панель он у вас всегда будет чистый аккуратный теперь я хочу рассказать про основные фишки и преимущества этого адаптера основная фишка этого адаптера не в том что он поддерживает все протоколы не в том что он такой современный что он поддерживает даже CAN FD а в том что это по сути автономное устройство у него есть экран и это не обычный экран это сенсорный экран вы можете автономно запрограммировать эту голову то есть обновить в ней прошивку можно подключить ее к сети и использовать для удаленной диагностики отдаете адаптер кому-либо он уезжает за 100 километров за 300 за 1000 километров подключает к автомобилю и вы со своего планшета уже можете диагностировать этот автомобиль функция достаточно уникальная и интересная насколько она будет востребована в реальной жизни сказать сложно но сама задумка очень интересная в обычном использовании он связывается с планшетом через bluetooth обычный как все другие сканеры но может связываться через интернет если по каким-то причинам нет возможности раздать вай-фай сюда можно кинуть сетевой кабель RG45 и так же подключиться к нему по удаленке функция интересная насколько нужна будет не знаю сейчас просто подключимся к BMW ровно той же которая была со вчерашним прибором и посмотрим как он работает я повесил сканер на руль с помощью этого штатного крепления здесь у нас принтер функция смартлинка которая я говорил она реализована через это меню для ее работы обязательно регистрация сканера также обязательно наличие интернет либо симку нужно вставить либо подключить к Wi-Fi без этого работать не будет попробуем просто запустить диагностику без регистрации также можно 10 раз воспользоваться сканером после этого попросят обязательно зарегистрировать его так как сканер у нас не зарегистрирован и не обновлен у нас только английский язык после регистрации обновления соответственно будет русский язык обмен данными с адаптером происходит через Bluetooth также на дисплее написано подключение и горит индикатор соединения по Bluetooth здесь у нас такое же меню как и было вчера выбираем автоматически кстати сравним скорость с базовым адаптером машина идентифицирована абсолютно верно здесь отображается напряжение бортовой сети не скажу что он работает быстрее чем сканер Sync Tool Master наверное на одном уровне не медленнее но и не быстрее сейчас должна отобразиться гистограмма с блоками запускаем чтение ошибок также блоки с ошибками будут красным блоки без ошибок будут зелеными скорость опроса идентична новые адаптеры не дают никаких преимуществ в плане скорости опроса все все блоки опрошены ошибок нету также здесь блоки перечислены списком также специальные функции в данном сканере полноценно 35 ресетов максимальное количество специальных функций то есть если взять самый дорогой сканер Max либо Launch Pad 7 количество специальных функций адаптации сбросов будет идентичным никакие функции здесь не урезаны также он предлагает имя программатор дополнительно к нему купить и тогда он будет работать якобы с ключами что он будет сделать на данном автомобиле мне очень интересно конечно также функция кодирования и программирования в отдельном меню в плане диагностики он ничем не отличается от обычного Sync Tool Master в плане комплектации здесь есть принтер здесь 120 гигов встроенной памяти там 64 давайте сейчас покажу вам как работает данный принтер мы подключаемся к блоку управленным двигателем почитаем ошибки ошибок нету нажимаем отчет это сформированный отчет нажимаем кнопку печать на этом отчете можно вбить данные своего автосервиса своей мастерской адрес контакты можно сюда даже свой логотип разместить после этого нажимаем принт и вот наш отчет сформирован после этого можно прикрепить его к заказ снаряду либо каким-то другим образом пользоваться печатает на обычной бумаге но не стоит забывать что этот принтер является всего лишь аксессуаром и его можно купить для других сканеров теперь давайте резюмируем отличия первое отличие 128 гигов вместо 64 в комплекте принтер в комплекте новый адаптер который поддерживает J2534 для оригинальных программ либо для флешеров это полезная функция данный адаптер поддерживает современные протоколы CANFD данный адаптер поддерживает работу с грузовиками нужно просто купить софтовое расширение никакие приставки ничего не нужно он на 24 вольта отлично работает на этом отличий нету в остальном это все тоже хороший профессиональный сканер какими является Sync Tool Master мастер целится в аудиторию под 5 в принципе наверное он ничем не хуже ничем не уступает здесь полноценное онлайн программирование и онлайн кодирование очень круто работает он хорошо поэтому завтра я сниму еще самый самый жирный Sync Tool Max покажу какой он и последнее видео будет про работу данной головки с G2534 софта может быть к Сентри может быть Ренгольд Иста посмотрим какая машина будет в тот момент все всем пока